Как вы думаете, способен ли процессор, который появился 17 октября 85 года, запустить топовую игру 94 года? Да-да, сможем ли мы поиграть на 386 в Doom? И как это будет работать? А может мы даже сможем запустить Warcraft? Садитесь поудобнее, потому что мы продолжаем нашу рубрику Замеры производительности процессоров Сегодня мы полностью с вами ощупаем самый слабый 386 и самый сильный О да, эти процессоры многие из нас застали Я имею ввиду стариков, которых по статистике на канале большинство Соберем, потестируем, сравним с 286 и посмотрим, как работают игры И конечно же накатим Windows, соответствующую этому процессору С вами Влад Глен и вы на уютообразующем канале На котором интересные истории не только рассказывают, но и пытаются объяснить Огромная благодарность Максиму Краснянскому за поддержку нашего канала Итак, друзья, давайте начнем 386SX, 1988 год Материнская оплата у нас будет от IBM PS1 Модель 2121 Процессор самый, берем слабенький, с тактовой частотой 16 МГц От Intel, разумеется Никакого сопроцессора 4 МБ памяти Но 4 МБ памяти мы ставим для того, чтобы запустить Doom Потому что ему нужно минимум 4 МБ оперативки А ведь мы очень хотим запустить Doom, правда? На 286 мы бы не смогли это сделать Видеозатычку мы оставляем всю ту же Acumos AVGA1 И в принципе с настройками на сегодня все Запускаем систему И у нас происходит загрузка Как войти в BIOS? Я так и не разобрался, хотя честно гуглил Но при всем при этом, компьютер без проблем стартует с винчестера Даже, видимо, определяет его автоматически Из всего интерфейса у нас только счетчик проверки оперативной памяти Далее компьютер выдает нам ошибку 162 Мнения на старом форуме разнятся Но это что-то связанное с ошибкой контроллера гибких дисков Но предлагает нажать F1, чтобы проигнорировать это И в результате совершенно спокойно, нормально запускается И даже запускаем мы спокойненько Norton Commander Доступа к диску A у нас нет Но нам, в общем-то, он и не нужен Все остальное работает, поэтому мы можем смело приступать к нашим с вами экспериментам Итак, для начала давайте с помощью ForAll посмотрим, что же видно у нас в системе Так, наша система, значит, процессор 386SX 16 МГц, 16-битная шина Никакого сапроцессора И IBM BIOS 91 года Памяти у нас 4 МБ Все, как, в общем-то, мы и настраивали Так, экран Значит, видеокарта Все та же, что и в наших предыдущих экспериментах с 286-м Так что давайте, в общем-то, начинать заполнять нашу таблицу Наш стандартный тест 3D-бенч Поехали, запускаем его Superscape Alternate Realities VGA-бенчмарк И... ну... Да, я, честно говоря, не вижу большой разницы Между производительностью на 286-м И на вот этом вот Самом первом 386-м Впрочем, нет Компьютер все-таки хотя бы немножко двигается И наши картинки Тоже совершают какие-то телодвижения Давайте дождемся окончания И посмотрим количество очков Которые нам выдаст этот бенчмарк Ну, вам повезло Я-то перемотаю А мне приходится ждать конца результата Потрясающий результат 4,8 очка Это чуть ниже, чем самый топовый 286-25 МГц Но все-таки у нас 16 МГц Хотя и более прогрессивная технология Однако, довольно-таки неплохо, друзья Итак, часть таблицы мы заполнили Теперь переходим к таблице Диакс Это другой Счетчик производительности и скорости И посмотрим, сколько он выдает нас По столбику процессора 11,4 Ну да, показатели примерно такие же, как и в VGA Bench Чуть хуже топового 286-го Но он значительно лучше первого 286-го Кстати, пользуясь случаем Хотел вам показать одну небольшую рекламу Не бойтесь, не бойтесь Это хорошая реклама из начала 90-х Знаете, вот есть такая программа VGA Resolution Test И в ней встроена старая добрая реклама из 90-х годов Эта программа предназначена для того, чтобы проверять Видеорежимы, которые поддерживают ваш видеоадаптер Ммм, некоторые из них очень нестандартные Я бы так сказал, с очень нестандартными разрешениями Но самое интересное происходит, если выйти из программы Она выдает вот такую вот старую добрую рекламу из начала 90-х Компьютеры 286, 386, 486 Компьютеры Second Hand Second Hand для компьютеров? Вот такого я еще не слышал Ремонт винчестеров Находится это дело все в Москве Ну, конечно, оно уже там не находится Но когда-то давным-давно находилось Судя по копирайтам в 93-м Также центр радиоэлектроника МАИ Ремонт жестких дисков Разработка микроконтроллеров Изготовление систем радиоохранной сигнализации Для автомобилей, дач и тому подобное Что ж, эта программа, мне кажется, большую ценность Представляет именно своей рекламкой Извините за эту паузу Поехали смотреть видеоигры Начнем наши эксперименты с игры Супоплекс Я когда-то имел честь долгое время играть ее На 386SX 33 МГц И, знаете, вот она шла примерно так же Это лучше, чем 286-й Но все еще не та скорость, которая должна быть Какая должна быть, вы увидите ближе к концу видео Итак, наверное, каноничнейшая игра для 386-го Вольфенштайн 3D Запускаем на самом слабом 386-м Напоминаю Давайте выберу другой эпизод для разнообразия И давайте посмотрим Насколько хорошо она у нас работает Так Ну Ну, работает сопоставимо с 286-м Ну, все-таки это самая слабая модель нашей троечки Но Кто-то скажет даже, что это играбельно Ну, знаете, да, наверное, отчасти это играбельно Как стрелять-то? Какую кнопку стрелять я забиндил? Как стрелять? Ой, господи Ладно, в общем, меня убили Но Тем не менее, мы смогли оценить производительность этой игры И работает она Ну 10 фпс, наверное, максимум О, если сюда подойти, так все 5 фпс Ладненько 386-й 16 мегагерц Не самый лучший процессор для игры в Вольфенштайн 3D Но при желании можно Если для двойки в Вольфенштайн был тяжелой артиллерии Теперь мы попробуем Запустить настоящую тяжелую артиллерию для тройки Это, конечно же, игра Doom 2 Уберем для начала все саундбластеры Потому что ничего подобного у нас, конечно же, пока что нет И попробуем запустить ее на 16-й мегагерцовой тройке Это, собственно, то, ради чего мы ставили сюда 4 мегабайта памяти Но не только там будет еще одна игра Очень ностальгическая Это Doom загружается, да Вы, наверное, забыли, что Doom имеет свойство иногда загружаться И вот сейчас он загружается, это правда Загрузка Doom Вы даже не представляете, сколько он скачивался С помощью дискет Ну ладно, окей Так, самый долгий процесс у нас прошел И запускается у нас графическая часть Так, выходим в меню Значит, новая игра Новая игра Средняя сложность И поехали Я сказал, поехали Поползли Я имел ввиду поползли Оу Оу Вот это FPS, друзья Это восхитительнейший FPS Оу Я как будто бы играю по модему Подключение к актив-десктопу по модему Картинка отрисовывается супер медленно Сколько это? Это на 2 FPS, наверное На взгляд, да, около Вот тут, наверное, один Полтора Полтора Ну, будем честны Полтора FPS Ну, полтора-два FPS Ну, слушайте Нет На 4 На 40 Мегагерцовом DX386 Который у меня тоже был Игра игралась пободрее Так, вот есть лайфхак Детализацию уменьшить Еще можно уменьшить немножечко Размер экрана Вот Вот это уже пободрее FPS-то пошел Боже мой Как же комфортно играется Ребята Ставьте Ставьте лайк Если бы вы тоже хотели играть В таком разрешении Боже Как на PS3 все выглядит Нет Все выглядит Как будто это Майнкрафт Это Стив? Стив, привет Нет, это не Стив Кажется, он как-то агрессивно настроен Это зомби Вот откуда многие Майнкрафта растут Я для вас специально растянул экран Чтобы вы вгляделись И так же как я вглянулся Я представлял себе Что это что-то нормальное Но это ненормально Это неиграбельно Выход Выход Далее попытался запустить Первый Warcraft Но когда я запустил сетап Он выдал мне Что Угу Warcraft должен находиться В той же папке Где и Config.war Но Config.war Находится в этой папке Тут я вспомнил Об одной старой проблеме Если вы скопировали игру Сидерома То ваш Мездос Скорее всего Не увидит файлы настройки Для этого нужно выделить Все файлы И убрать атрибут Только чтение Можно убрать все атрибуты Как я и сделал И в таком случае Все нормально работает Убираем разумеется Все саундбластеры Потому что у нас Ничего подобного нету В системе И запускаем Warcraft Blizzard Entertainment Боже Наверное те кто играет В Warcraft 3 или WoW Ну никогда бы не узнали О том что Blizzard был когда то Таким пиксельным Так синглплеер Орки и люди Ну я кстати Почему то в первом Варкрафте Любил играть за орков А вот во втором Варкрафте Я уже играл за людей Какая каноничная Катсцена Как будто это ИИ сделала из пикселов Но не это По настоящему Катсцена из игры И так у нас включается Первый уровень Который мы сейчас И пощупаем Производительность По моей памяти На 386 DX40 Она работала Довольно таки медленно Ааа Она вообще включится Или нет С кем я тут Разговариваю Друзья Вы не знаете Ну давайте я вас Поразвлекаю Хотите анекдот Расскажу Колобок повесился Научился Да Слушайте Если даже Игру я сейчас Для вас Специально Ускорю В два раза Вот так Она примерно Работала У меня на 40 Мегагерцах Это все равно Медленно Но мне казалось Это играбельным И знаете Я прошел Эту игру И получил От этого Удовольствие Это такая Неспешная Получилась игра Примерно Как шахматная Партия Да Верну вам Нормальную скорость Чтобы вы Не расслаблялись Нет Пожалуй Сейчас я бы Счел эту игру Неиграбельной Ну Если только Через силу Хотя Знаете В те времена Многие игры Игрались Через силу Ну и напоследок Конечно же Конечно же XC Bench Который Мой друг написал На бейсике И работает он Скажем так Все таки Несовершенно Кружочек Отрисовывается Долговато Подлагивает Под конец Но Как говорится Это последний тест На этом слабом 386 Переходим К самому Продвинутому 386 После небольшой Но очень полезной Паузы MC DOS Сольная программа Формат Точка ком Только один день Дом культуры Родина Село Чпоковка Будь готов Запуск Уже начался Ну а теперь Друзья Мы переходим К прокачу К самому мощному 386 Который мы можем сделать Сразу скажу Что мы не будем брать В расчет Процессоры От Cyrox Который Типа как 486 Но на сокет Для 386 Мы возьмем Честный 386 От Intel Частотой 40 МГц Формата DX Ну и ладно Ладно На тебе 8 МБ Оперативной Памяти Кушай Не обляпайся Что ж Поехали Начнем с просмотров Параметров For all Так AT 386 DX 25 МГц А почему 25 МГц Так Тут что-то не так 40 стоит Да Стоит 40 Почему 25 МГц Мне кажется Этот тест Что-то перепутал Давайте посмотрим По ДАГу Так Столбик процессора Показывает 25 очков Кстати Не забываем Занести Это в нашу Таблицу Ну-ка А что же Он выдает Нам по информации 386 DX 42 МГц Нет Это все По правде Так Все и есть Видимо Тот тест Что-то неправильно Распознает Но на самом деле Все хорошо Супер Скип Альтернатив Реалити В общем Тестируем ВГА Бенчмарк Посмотрим Что он нам Покажет И в этот раз Но нет Нет Разница Конечно Налицо Очевидно Все стало Выглядеть И двигаться Гораздо Бодрее Да Тест Двигается Действительно Очень Бодренько Ну Не настолько Бодренько Чтобы Гладко Ну Значительно Гладше Чем это было В предыдущем 386 16 МГц Так что Да Все хорошо Давайте посмотрим Сколько будет очков Ой Тут прям вообще Гладенько Прям красота Загляденье Итак Что по очкам 9.3 Нет Ну это замечательно Замечательно Ну тут как бы Не дать Не взять И не соврать Прирост очевиден И визуально И по цифрам В общем Вот так теперь Выглядит наша Таблица И кто тут Терь самый крутой 386 DX40 Ну и наконец Самое главное Видеоигры Наконец-то Супроплекс Стал работать Так как он И задумывался Вот такая И должна Была быть Скорость У этой игры Да Именно Вот так Я его играл На 40 Мегагерцовом 386 Именно Таком Который Вы сейчас Видите На своих Экранах Ну да Так и Было Ну и Посмотрим Как идет Doom Ну слушай На маленьком экране Скорость Прям заметно Увеличилась Давайте Восстановим Нормальный размер экрана И уберем Эту Low Detail Детализацию И посмотрим Как он будет Играться Ну Да Примерно Так он И шел На Я находил В себя Как-то силы Может быть Что-то со мной Было не так Но мне Это доставляло Удовольствие Я не проходил Всю игру В общем-то Теперь понятно Почему Нет Лучше Все-таки Включить Low Detail Ну На 386 Doom Игрался Именно так Мы Конечно же Мечтали О 486 Как Например У нашего Соседа Тараса И Когда-нибудь В следующем Выпуске Мы с вами Попробуем Собрать 486 Чтобы посмотреть Как играли В Doom Здоровые люди Потому что Этот Doom Скажем так Ну Для человека С проблемами С легкими Если вы понимаете О чем я В общем Играбельно Конечно Даже Если узенький Коридор То вообще Даже очень неплохо Мне даже Удается Собрать Немножко Здоровья Тут Главное Не выходить На большие Пространства Иначе Все Превратится В лютейший Ой Слайдшоу Да Эх Боже мой Какая ностальгия Так это выглядело Мучили себя Но играли Причем Даже Умудрялись Как-то Уворачиваться От чего-то В общем Дела Давно Минувших Дней Конечно С таким Слайдшоу Уже Никто Не играет Но Это Стоило Того Чтобы Вспомнить И Разумеется Заполнить Нашу Табличку Ну И Чтобы Наш Обзор Был Совсем Полноценный Предлагаю Устанавливать На каждую Машину Соответствующую Ей По времени Версию Виндовс И На 286 Это Был Виндовс 3.1 А Для 386 Разумеется Это Будет Виндовс 3.11 Которую Давайте Мы Обновим Так Секундочку Что Вы Пытаетесь Запустить Программу Установки Из-под Виндовс Ну Да Я Хочу Обновить Вам Следует Сначала Завершить Виндовс Затем Запустить Программу Установки Из Ладно Запустим Из Под Ничем Особенным Установка 3.11 От 3.1 Не Отличается За Исключением Может Быть Парочки Вопросов Например Сразу Программа Пытается Найти Сетевую Карту Ну 3.11 Уже Была Заточена Под Работу Сестью Собственно Так И Называется Для Рабочих Групп Далее Происходит Копирование Файлов Ничем Не Примечательное И Снова Windows Предлагает Нам Установить Сеть Но У нас Нет В этом Никакой Необходимости Поэтому Делать Мы Этого Не Будем Программа Установки Обновляет Наши Значки Добавляет Новые Программы И Предлагает Перезагрузиться После Перезагрузки Мы Видим Гордо Название Windows 3.11 Windows Включается И Разумеется Безупречно Работает Как-то Странно Одно На Другое Налезают Но Ладно И Знову Тут В основном Сетевые Компоненты Но Есть Еще Кое Что Игра Червы Играть Не Я Конечно Не Умею И Не Буду Ну В В Общем То На Этом Наш Обзор 386 И Завершен Спасибо Всем Кто Присылает Рисунки Для Нашего Телеграм Канала Вот Публикую Здесь А Также Призываю Вас Написать Комментарий И Поставить И До Скорых Встреч Не Пропустите Серию Про 486 Всем Пока Пока